Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим с вами о том, каким образом создавать дверные и оконные проемы в стене, которая была нами создана на прошлом уроке. Давайте приступим. Для этого нам необходимо открыть нашу программу, где у нас уже есть готовая модель, в которой наружные стены со всех четырех сторон были сгенерированы. Что нам необходимо сделать? Для начала, я уже вам об этом говорил, перед тем, как сделать разбивку на конечные элементы, подумайте о том, какие у вас размеры будут окна. То есть, если, допустим, я сделал разбивку по 0,5 метров, то мне очень удобно, чтобы у меня размер окна был равен шагу 0,5 метров. К примеру, 1,5 на 2 метра. Либо 1,5 на 1,5. Ну вот, к примеру, вот так. Вот проем у меня 0,5, 0,5, 0,5 и сюда тоже 0,5 метров. То есть, высота 1,5 и ширина 1,5 метра. Вот приблизительно можно сделать вот так. Таким вот образом у меня ширина окна будет равна 2 метрам, высота 1,5 метра. Высота от пола метр до потолка полметра. То есть, если у вас полностью высота до потолка или до ригеля, нужно учитывать, что вот эта полоса, это условная полоса. Здесь есть еще ригель. То есть, если вы пытаетесь запроектировать какой-то проем световой от низа до верха, это тогда другой вопрос. Тогда мы убираем полностью все пластины. Ну, если вы хотите, чтобы ригель был как бы незаметен в разрезе окна, поэтому тогда нужно стараться. Ну, это уже архитекторы, конечно, больше к ним вопросов о том, как они запроектируют. Потому что в основном расчетчики – это люди-исполнители уже готовых проектов. И вам необходимо будет ознакомиться со спецификацией оконных и дверных проемов, где вы должны будете увидеть все размеры. Это могут быть размеры разные, то есть не все одинаковые. На одной стене в шаге, допустим, между осями 1 и 2 одно окно. Между осями, к примеру, ну там, я не знаю, 2, 3 другое окно. Ну, что-то может быть вот наподобие того, что сейчас вы видите. Может быть, больше наоборот окном будет. Поэтому здесь нужно уже самостоятельно смотреть разбивку. То есть если у вас окно 1,20, то желательно конечные элементы разбить либо по 0,3 метра, либо по 0,4 метра. По 0,3 – 4 раза, 4 конечных элемента удалять будете, по 0,4 – 3 конечных элемента. Также смотрите разбивку по высоте. Если у вас 1,80, то может быть удобно по 0,6 метров разбить. Но нужно смотреть на всю высоту, как у вас разобьется на всю высоту. По 0,6 метров вполне 5 раз может хватить вам разбить, если у вас высота 3 метра. Если, допустим, 3,20, 3,30, то смотрите. Может быть, по 0,3 метра, чтобы ровное количество элементов получить. Это не говорит, что нельзя, допустим, неровное количество. Можно и неровное получить количество по 0,3, 5 раз, к примеру, и 0,2 метра в конце оставить. Так тоже можно. Каждый, в принципе, персонально для себя решает, сколько ему убирать или наоборот оставлять проемов. Вот таким вот образом мы с вами строим окно. Окно у нас сразу при удалении конечных элементов удаляется с двух сторон. С одной стороны и с другой стороны. То есть мы делаем как бы зеркально. Если вдруг с той стороны у нас другая ситуация, то нам необходимо сделать следующее. Нам необходимо выделить нашу стену. Фрагментировать ее. Затем выбрать вид сверху и выделить только одну часть стены. В принципе, при создании можно делать таким образом. Стену, когда мы создаем, генерируем стену, сделать это продольная стена, допустим. А вот это поперечная стена. Тогда будет вообще удобно. Выделил продольную стену, выделил. И вот остается только одна стена. То есть работаем тогда с одной стеной. Здесь проемы создаем. Единственное, что неудобно, у нас нет осей, не видать, как удалять нужно. Но, в принципе, это проблема решаемая. Для этого нам нужно колонны оставить. Вот сейчас восстановим. Давайте выделим колонны. Так, колонны. После чего мы выделим стены. Отметим стены на схеме. Поменяем вид. И слева направо, вот таким вот образом, выделяем необходимую нам стену. Фрагментируем. И вот мы с вами видим оси. Нам удобно уже работать, удалять. К примеру, если у нас два подъезда, вход, к примеру, дверь нам необходимо сделать. Дверь у нас, допустим, двустворчатая с размером полтора метра на два метра. Начинается она от пола. В данном случае нужно смотреть внимательно, так как у нас здесь фундаментная плита. Возможно, это не первый этаж. И, возможно, у нас вообще окна будут начинаться не отсюда. То есть это может быть подвальный этаж, а окна у нас пойдут с вами сверху, выше. То есть здесь тоже нужно ориентироваться на то, есть у нас подземный этаж, то есть подвальный этаж, цокольный этаж. На какой высоте окна располагаются, то есть обращаем мы с вами на это внимание. И после чего мы можем, вот таким вот образом, выделяя наши элементы и стены. Ну вот стена у меня сейчас, получается, дальняя, да? Одна стена, дверь удалилась, то есть дверь, вот она у меня, проем дверной есть, да? Здесь вот. А с той стороны ничего не удалилось. Поэтому кажется, что нету дверного проема. На самом деле дверной проем есть. И вот так мы удаляем, получается, на каждом из этажей. На каждом из этажей берем и удаляем необходимые, делаем необходимые проемы по размеру, по спецификациям, которые у вас есть. Если размеры другие, к примеру, окно большего размера здесь идет, то вы начинаете здесь изменять размеры. То есть уже подгоняете под необходимые вам. Возможно, где-то тут лестничный марш у вас будет. Тут вообще будет небольшой какой-то, да? Только световой такой проем. Может быть, такое тоже, как вариант. То есть вы уже сами смотрите, да? Точно так же с противоположной стороны. Если здесь есть проемы в торцевой части, то вы также при разбивке уделяете этому внимание. И после чего ручную, при помощи выбирания отметки, отметка узлов и элементов, справа налево выделяете и удаляете. В принципе, можно и слева направо. То есть узлы выделятся, и пластины тоже удалятся. То есть удаление одного узла пластины приводит к удалению всей пластины. Вот таким вот образом в программе Лира Саппер мы можем создавать необходимые по размерам и количеству проемы. Продолжение следует...